Выборы 18 сентября обеспечивали около 2000 представителей избирательных комиссий. В единый день голосования в Севастополе работали 180 постоянно действующих избирательных участков и 11 временных. Парламентские выборы проводились по смешанной системе, голосовали по партийным спискам и одномандантным округам. Благодаря хорошей организации и высокому уровню подготовительной работы, а это и обновление технического порудования, обучающие семинары по правовому законодательству, выступления в СМИ, привлечение молодёжи в число волонтёров и многое другое, дали высокий процент явки избирателей. В Севастополе свой гражданский долг выполнили 147 430 человек. Благодаря большой, плодотворной, активной, целенаправленной работе буквально всех нас вместе, мы прошли этот этап хорошо. Центральная избирательная комиссия отметила наши успехи. Мы и явку даже с вами обеспечили, даже больше, чем на выборах в 2014 году, когда выбирали в законодательное собрание и муниципальное образование. Тогда было 41 с небольшим, а сейчас 47 с небольшим, вот на выборах в Государственную Думу и муниципальное образование. С задачей справились, депутаты избраны, они уже приступили к работе. Представители территориальных и участковых комиссий рассказывают, а выборы прошли на эмоциональном и психологическом подъёме. Ведь севастопольцы впервые выбирали депутатов в Государственную Думу. Молодёжь у нас проголосовала, по нашим данным, более 30%. Явка по городу составила почти 50%, там 47-48%, но в каждом районе по-своему, но в целом по городу она была под 49%. Это нормальный, хороший показатель участия избирателей в избирательном процессе, когда идут федеральные выборы. Вячеслав Гладков от имени губернатора Севастополя Дмитрий Овсянникова поблагодарил аппарат избирательной комиссии за успешно проведённые выборы и вручил благодарственные письма. Могу сказать, что побывал на многих участках, увидел, как не просто профессионально, не безразлично ко всему процессу. Вот относитесь вы, уважаемые коллеги, все члены городской избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии, участковых избирательной комиссии. Как оперативно, профессионально решались все проблемы, которые, безусловно, были и возникали. Как качественно выполнялись поставленные задачи. Любая избирательная кампания – это права, которые даны человеку для создания будущего. А задача избиркома – обеспечить прозрачность и эффективность реализации этих прав, уверен Александр Кулагин. Впереди у севастопольцев непростые три года. В 2017-й – возможные выборы губернатора. В 2018-й год – президента России. А ещё через год – депутатов законодательного собрания. Я надеюсь, что все вы сохраните ваше желание и возможности оставаться членами избирательной комиссии совершенно разных уровней. Желаю вам всем права решающего голоса во всех событиях, которые происходят в жизни нашего любимого города и государства. И пожелаю крепкого здоровья. И самое главное, чтобы ваши семьи вас видели даже в период избирательной кампании. Завершилось торжественное собрание праздничным концертом. Наталья Шульга, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя.